Хиромантия и нумерология Секретные знания Автор-составитель Вера Надеждина В книге в доступной форме изложены основы хиромантии и нумерологии. Хиромантия возникла в глубокой древности и является одной из самых популярных систем гадания об индивидуальных особенностях человека, чертах его характера, пережитых им в событиях и грядущей судьбе по кожному рельефу ладоней, холмам, а также по внешнему виду руки. В книге описаны правила чтения знаков на руке, уникальная методика разгадывания линий и символов на ладони младенцев. Нумерология – наука о числах, а точнее о магической интерпретации чисел, которое позволяет, например, по дате рождения человека определить его характер. В книге приведены методики практической нумерологии, принятые в западной пифагорийской школе, приведены сведения о ведической, древнеегипетской, каббалистической нумерологии, отдельные главы посвящены связи чисел с камнями и снами. Для широкого круга читателей. Практическое руководство для начинающих Часть 1 Нумерология Глава 1 Практическая нумерология Основа нумерологии – значение чисел и их толкования Нумерология – знание о числах, или, буквально, наука о числах. Но это не такая наука, как математика, которая использует числа лишь как инструмент для счета. Нумерологию часто называют магией чисел, В ней предполагается, что каждое число обладает не только и не столько количественными, сколько качественными характеристиками, что позволяет, например, по дате рождения человека определить его характер. Поэтому совершенно справедливо считают, что концепция нумерологии значительно ближе к астрологии, чем к математике, и часто рассматривают нумерологию как часть астрологии. В наше время существует немало направлений нумерологической мысли, но основы учения были заложены древними цивилизациями Индии, Тибета, Китая и Египта. Современная европейская нумерологическая школа продолжает традиции представлений, возникших под влиянием идей Пифагора, обозначившего первостепенную значимость чисел от 1 до 9. Важное значение в нумерологии также приобрели геометрия и топология, а всякая нумерологическая интерпретация окружающего мира, включая так называемый жизненный мир человека, неизбежно обращается к геометрическим построениям и фрактальным конструкциям. Издавна нумерология развивалась в различных школах, действовавших одновременно и независимо друг от друга, поэтому в дальнейшем сложилось несколько направлений этой области знания. Пифагор, его ученики и последователи сократили все целые числа до однозначных, от 1 до 9 включительно. Эти числа в пифагорейской нумерологии являются исходными, из которых могут быть получены все другие. Двадцать столетий спустя Корнелиуса Гриппа в трактате «Оккультная философия» вышел в свет в 1533 году, расшифровал смысл этих чисел. Один С числом один связано представление о материальном мире как предельном порождении Абсолюта. Первой характеристикой сущности является единица, чистое равенство и единство вообще, в ней обнаруживается действующее начало и форма всех вещей. Связываясь с единицей, всякая вещь становится равной самой себе, то есть Одной Один представляет собой сущность, лежащую в основе самого понятия число, составную часть всех остальных чисел. Единица – абсолютная, неполяризованная, безвекторная энергия. В нумерологии полагают, что единица не является ни четным, ни нечетным числом, поскольку, будучи добавленной к четному числу, она делает его нечетным, и наоборот, если ее добавить к нечетному числу, она превращает его в четное, то есть Один объединяет в себе противоположность четных и нечетных чисел и все другие противоположности Вселенной. Единица – совершенное, вечное, неизменяемое сознание. Один символизирует непроявленное, замкнутое внутри себя, творческое начало. Замкнутость – это в единице имманентно, в отличие, например, от 3. Единица – потенциальная реальность, потенциальная мысль и потенциальная энергия, качество и количество которой в высвобожденном состоянии априори. Заранее определить невозможно. Проявление единицы на низком уровне можно представлять себе как свободу и энергию зла или демонстрацию активных инволюционного и хаотического начал. Единица всегда обладает всеми своими качествами, прежде всего непроницаемостью и непредсказуемостью. Один, число цели, проявляется в форме агрессивности и амбиции. Всего, что начинается с А, первой буквы алфавита. Два. Второй характеристикой сущности является число два. Это абсолютное неравенство, неопределенность и противоположность как таковая. Два – пассивная категория, полученная суммированием единицы и ее образа, то есть единицы, неравной себе или отличной от себя. Так один и два становятся основными характеристиками всякой сущности, являясь как бы всеобщими способами существования вещей. Два положено в основу всех дуальных теоретических систем, подразумевающих на низшем уровне борьбу двух начал, а на высшем – их синтез и рождение нового качества. Число два связано с двойниками и близнецами, символизирует отражение, столкновение, противопоставление, а также ассоциируется с луной, водой, тьмой и в целом трактуется как олицетворение женского начала. Два создает поляризованную энергию. Два – понятия со свойством полярности, определяющиеся как один и другой, это один в поляризованном состоянии. Вычленение пар противоположностей – важный принцип понимания и описания мира. Для понимания человеческой психики наиболее важны противоположности мужского и женского, четного и нечетного, негативного и позитивного, активного и пассивного, света и тьмы, правды и лжи. Каждая пара – частный аспект фундаментального принципа полярности. Прибавление качества к единице. Плюс один – метафизически означает выход за пределы, первичное проявление потенции, содержащейся в единице, проявление грубое, несовершенное, которое первоначально и преимущественно идет по пути отрицания, бунта. На низком уровне двойки приписывают антагонистический дуализм, позицию противопоставления, отрицание сотрудничества. Двойка обычно заблуждается в том, что она исчерпывает потенциал единицы, и это заблуждение магической природы труднопреодолимо. В отличие от замкнутой единицы двойка предельно разомкнута, она привлекает к себе частицы любого заряда, поскольку имеет два полюса. На низком уровне двойка символизирует неустойчивость и распадно-эволюционно низшие элементы. На более высоком уровне число 2 символизирует неустойчивость как результат колебаний между противоположными состояниями, однако извне такая ситуация выглядит, напротив, весьма устойчивой. Двойка дисгармонична. Антагонизм 2 можно смягчить, но нельзя устранить целиком. Двойка привлекательна, открыта, напряжена, но не полна. Два – первое четное число, отражающее дурное и женское начало, и потому это число порока. Свойства двойки – мягкость, нежность, скромность, послушание, подчинение. Люди с числом 2 добиваются цели дипломатии и убеждением, в коммерции второе число – благоприятный день для получения прибыли. Два определяет равновесие и контраст, и поддерживает равновесие, смешивая позитивные и негативные качества. Оттенок жестокости, зла и обмана привносятся в природу 2 в результате того, что это число связано с дьяволом. Два считается самым зловещим числом, а все расщепленные на двое предметы символизируют дьявола, так как 2 было первым из чисел, отпавшим от Абсолюта. 1 – якобы число Бога, а 2 – противоположное 1 – число главного его противника. Средневековые евреи были уверены в опасности повторного действия, например, опасно дважды брать огонь из очага, когда в доме есть больной. 3 – третья характеристика сущности – троица. В числе 3, как полагали пифагорейцы, единица достигает своей реальности и своего завершения. Троица возникает из целостности единого и множественного, здесь единица образует единство с неопределенным множеством двоицы. Вселенная и все вещи определены через троицу, так как любая вещь причастна равному и неравному, единому и многому. В числе 3 находит выражение символ высшего синтеза противоположностей, тезиса и антитезиса, вообще олицетворяется разрешение конфликта, ознаменованного двоичными системами. 3 – формула мироздания, состоящего из трех сфер, вертикальная ось мирового древа дает число 3, это также духовное начало мироздания. 3 равно 2 плюс 1. В 3 преодоление противостояния двойки означает рождение третьего, что качественно меняет картину взаимодействия. Происходит синтез, результатом которого является тройственный союз. Тройка символизируется плоским треугольником, который либо не видит, либо игнорирует остальное пространство, она самодостаточна и устойчива. В противоположность двойки тройка замкнута, но обладает характерным притягивающе-гармоничным качеством, извлекает гармонию из окружающего мира, присваивает ее себе, слегка перестраивая ее или себя с целью лучшего усвоения. Числу 3 приписывают созидание, оформление и разрушение, то есть Полный временный цикл существования предмета Иначе говоря, 3 является главной характеристикой временного измерения. Помимо временного в эзотерике выделяют также горизонтальное и вертикальное измерения, их характеристики отражаются соответственно числами 8 и 7. Число 3 символизирует неустойчивость, интегрирует способности человека и выражает приспосабливаемость и жизнеспособность. Триады часто встречаются в обращениях к божествам. Например, Овидий обращается к Фебу, Вакху и Музам как покровителям поэтов, представляя этих богов в неразлучной триаде. Вот еще примеры божественных триад. Число 3 встречается иногда при упоминании мест, в которых божество особенно чтилось, главными местами культа Венеры Гораций называет три места. Число 3 вообще признавалось числом, обещающим счастья. Четыре Четыре выражает устойчивость и прочность. Надежность числа 4 представлена квадратом, сторонами космоса, временами года и элементами огня, земли, воздуха и воды, это в трактовке Корнелиуса Агриппы, самое примитивное число. Четверице А, число 4, как характеристика сущности представляет собой удвоение чистого различия двоицы, так три обнаруживают в числе 4 материальное, телесное бытие. Один, таким образом, предмет мысли, два, предмет науки, три, предмет мнения, а четыре, чувственное ощущение, осязаемая материя. Число 4 символизирует материальность мира, антропогенных и внешних, природных форм, это символ рациональной организации. Горизонтальная ось мирового древа связывается с числом 4, существуют четыре стихии и четыре стороны света. Четыре часто фигурируют в качестве числа, определяющего периоды существования мироздания. В четверке троица находит свое телесное воплощение. Предметом мысли является единица, предметом науки, двоица, предметом мнения, троица, предметом чувственного ощущения, четверица. Пять. Число 5 символизирует риск. Отсутствие в числе 5 стабильности, с одной стороны, может привести к неуверенности, но, с другой стороны, это число является и самым счастливым, и самым непредсказуемым. Пятерка в западной традиции символизирует телесное здоровье, эротическое начало и любовь, существуют представления о пятой сущности. Первоэлементе как душе вещей. В числе 5 находит отражение представления о пятичастном строении человеческого тела, состоящего из четырех конечностей и головы. Помимо этого, человеческое содержание данного числа определяется очевидной пятеричной моделью анатомии конечностей. Число пальцев. Имеется пять основных чувств физического восприятия и соответствующих им органов. В античной культуре 5 связывалось со священным браком Земли и Неба, положившим основу творению. 6. Число 6 известно как символ совершенства, завершение цикла, гармонии, соответствует шести направлениям пространства. По два на каждое измерение, и числу дней сотворения мира в библейской традиции. В Древней Греции число 6 связывалось с гермафродитным началом. Число 6 – символ надежности, это число находится в гармонии с природой. 6 – идеальное число, которое делится как на четное число. 2 – так и на нечетное. 3 – объединяя в себе элементы каждого из них, а также вообще четности и нечетности. 4 – число 6 – космическое число материального мира, число, избранное египтянами с целью символизации времени и пространства. 7. Число 7 – символ гармонии и совершенства, символ одухотворенной материи. 7 динамично, в нем обнаруживаются созидания, течение времени, цикличность. По представлениям древних, в мире имелось семь планет. У халдеев каждая из семи планет управляет тысячелетием. Число 7 выражает количество направлений пространства. 6 плюс центр. Нумерологически представляемая как сумма 3 и 4, число 7 выражает союз двух принципов, олицетворяемых этими числами, то есть. Единение божественной и человеческой природы. В дальнейшем представления о числе 7 обогатились христианской традицией, семь смертных грехов, семь добродетелей, семь таинств. 7 стало символом покоя. Насчитывают семь музыкальных нот, семь цветов видимого спектра. Радуга – семь планетарных сфер и богов, соответствующих им. Число семь символизирует тайну, изучение и знания как путь исследования неизвестного и невидимого. Семь объединяет целостность единицы с идеальностью шестерки и образует собственную симметрию. Семь – число развития и роста, число, лежащее в основе мироздания циклических аспектов Вселенной. Часто семь или кратные синие числа востребуются для объяснения принципа последовательности эволюции. Восемь. Число восемь символизирует возрождение и прекращение становления. Восемь как первый куб. Два в третьей степени, вводит в нумерологию третье измерение, задает представление об объеме вещей. Пифагор связывал число восемь с любовью и дружбой, а Плутарх – с надежностью и устойчивостью. В христианской традиции число восемь стало символом возрождения. Восемь – общеизвестный символ бесконечности, закрепленный в математической символике. В восточной традиции восемь устойчиво связывается с космогонической тематикой. Восьмерка – число материального успеха. Число восемь означает надежность, доведенную до совершенства, поскольку представлено двойным квадратом. Разделенное пополам, оно имеет равные части. Четыре и четвертое. Если его еще разделить, то части будут тоже равными. Два-два-два-второе. Показывает четырехкратное равновесие. Девять. Число девять – образ завершенного цикла, символ законченности. В девять, как и в семь, усматривается космогоническая константа, олицетворяющая разнообразные технические параметры мироздания. Число девять, полученное троекратным повторением тройки, соотносится с трифтрактовки своей символики и часто рассматривается как детализированный образ трех миров. Число девять – символ всеобщего успеха, самое большое из всех элементарных чисел. Это число объединяет черты целой группы, что делает его контролирующим фактором, если оно развито в полной степени. В качестве трехкратного числа три число девять превращает неустойчивость стремления. Группа цифр, из которых состоит произведение девятки на любое другое число, в сумме всегда дает все ту же девятку. Три икс девять равно двадцать семь и два плюс семь равно девять, или шесть икс девять равно пятьдесят четыре и пять плюс четыре равно девять, и так далее. Девять обозначает переход от одного масштаба измерения. Числа от одного до девятая. К другому. Начинающемуся с десятая. Таким образом, девять, число начала, подобное рождению. Для понимания методологии выработки нумерологической информации полезно пользоваться графическими символами соответствующих чисел. Принцип единичности в астрологии и нумерологии графически выражается точкой или вертикальной прямой. Графическим выражением двойственности принято считать символ из двух параллельных линий. Треугольник графически выражает триаду и число три. В треугольнике обнаружены три уровня его толкования. В своем обычном начертании, с основанием внизу, он символизировал огонь, стремление всех вещей к высшему единству, устранению непротяженности. Стремление к вершине. В прямоугольном треугольнике со сторонами 3, 4 и 5 Плутарх обнаруживал треугольник жизни. Треугольник стал основой алхимического символа воды. Треугольник без вершины, земли. Треугольник с усеченной вершиной и воздуха. Перевернутый треугольник, с вершиной вниз. Квадрат графически отражает принцип четверичности. Форма квадрата психологически вызывает ощущение прочности, стабильности, поэтому этот символ распространен в качестве символа строительства, проектирования, конструирования. Символическое значение прочности и стабильности, в противоположность числам нечетным, приписывается всем четным числам и формам. Пентаграмма. Пятиконечная звезда, геометрическое выражение идеи пятеричности. В высоком смысле она символизирует собой совершенного человека, в низком – черного мага, колдуна. В сравнении с квадратом пентаграмма приобретает оттенок движения и активности. В эзотерике говорят о защитной функции пентаграммы, об особом энергетическом поле, которое создается вокруг человека, который представляет ее и смотрит на нее. Это энергетическое поле якобы в состоянии отражать магические удары и предохранять от оккультных воздействий. Шестиконечная звезда или гексограмма, полученная наложением двух треугольников, первого в обычном положении, второго в перевернутом, представляет собой графическое выражение принципа шестеричности. Гексограмма – символ человеческой души, свободы воли и свободы выбора. Принцип семиричности графически выражается совмещением треугольника и квадрата. Квадрат вмещает в себя треугольник либо вписан в него. Геометрическим выражением принципа восьмиричности является восьмиугольник или восьмиконечная звезда. Структуры, основанные на восьмиугольнике, символизируют духовное возрождение. Восьмиугольник связывают с идеей посредника между кругом и квадратом. Наконец, девятеричность графически символизируется окружностью. Большие числа и операции с ними описаны в древнеиндийских текстах, излагающих законы Ману, в письменных памятниках буддизма. Многие из этих чисел также обладают сакральным, мистическим значением. Нумерологу недостаточно раскрыть сокровенный смысл каждого числа, необходимо также понять, как они соотносятся друг с другом, поскольку символика их соотношений также глубоко сакральна, нумерологическое расстояние, отделяющее ноль от одного, равно реальному расстоянию от одного до бесконечности. Говоря о соотношении чисел, о рассмотрении численных соотношений составляет основу всякого нумерологического прогноза, необходимо выяснить, каким образом соотносятся данные числа. Важнейшее значение в нумерологии представляет собой проблема отношения чисел 3 и 4. В психоанализе, о котором будет сказано несколько ниже, это отношение характеризует взаимодействие между центральными и периферическими структурами сознания, конкуренцию между ними. Тайная доктрина Е. Бловацкая утверждает, что числа 3 и 4 отвечают соответственно мужскому и женскому началу, духу и материи, что их сочетание символизирует вечную жизнь. Соотношение этих чисел меняет геометрию мира, чему обнаруживаются подтверждения и в текстах алхимиков. Когда 3 и 4 целуют друг друга, квадрат присоединяет свою срединную природу к природе треугольника. Или троичности, то есть грань одной из его плоскостей становится средней гранью другой, и образует куб. Тогда только он. Развернутый куб, становится вместилищем и числом жизни, отцом, матерью, семей. Не менее важное значение необходимо приписать и соотношению чисел 1 и 3. В европейских эзотерических доктринах, в частности в теософии, принято считать, что числа 1 и 3 образуют единство в своей божественности, они остаются 3 в 1 и 1 в 3. Однако как только это единство нарушается, числа разделяются из 1 в 3, получается формула 1 и 3, что нумерологически тождественно 4. В равностороннем треугольнике можно обнаружить скрытые внутри 4 меньших равносторонних треугольника, аналогичная внутренняя тайна имеется в числе 7. Число является также мерой времени. Все космические циклы, среди которых периоды обращения планет, ритмичность и симметрия, принципы, на которых построено все астрологическое прогнозирование, базируются на числах. Особенные свойства чисел на протяжении тысячелетий применяли в архитектуре, строительстве, конструировании, музыке, поэзии. Для сокращения больших чисел в элементарной были разработаны разные системы. Самый простой метод – сложить все цифры интересующего числа, затем, если образуется 10 или более, сложите эти цифры. Этот процесс продолжают до тех пор, пока не получат элементарное число от 1 до 9. Далее трактуется значение полученного числа. В качестве простого примера берем число 125. Раскладываем его так. 1 плюс 2 плюс 5 равно 8. Таким образом число 8 будет представлять вибрирующий символ числа 125. Более сложный пример – число 684 371. Складываем. 6 плюс 8 плюс 4 плюс плюс 3 плюс 7 плюс 1 равно 29. Далее. 2 плюс 9 равно 11. Далее 1 плюс 1 равно 2. Таким образом число 2 становится вибрирующим символом этого числа. Число 13 будет сокращено до 4. 1 плюс 3, так же как и 31. 3 плюс 1. Ни одно из этих чисел не будет иметь другого вибрирующего значения, кроме того, что представлено окончательным числом 4. Даты могут быть сокращены в вибрирующие числа при помощи сложения чисел дня, месяца и года. Январь – 1, февраль – 2. Октябрь – 1. 1 плюс 0 – ноябрь – 2. 1 плюс 1. Декабрь – 3. 1 плюс 2. Например, для нумерологической интерпретации исторической даты 4 июля 1776 года. День независимости США, складывают цифры четвертого дня, седьмого месяца, 1776 года. 4 плюс 7 плюс 1 плюс 7 плюс 7 плюс 6 равно 32 равно 3 плюс 2 равно 5. В исторической нумерологии символика соответствующего числа соотносится с контекстом интересующего события. Конечно, такое соотнесение – процесс в известной степени творческий и результат не лишен субъективности. В случае рассматриваемой даты политического события ближайший контекст числа 5 связан с политическими качествами числа, в нашем случае это риск, основное значение пятерки. Поэтому утверждают, что никакая другая числовая вибрация не смогла бы более точно выразить риск и неуверенность, которые последовали с подписанием этого важного документа. Ведь основное значение числа 5 – риск. Будут ли благоприятными или угрожающими нумерологические толкования дат истории, в сильной степени зависит от характера цели, существа интересующего вопроса, а также сопутствующих обстоятельств. Например, сократив 11 ноября 1918 года, дату окончания Первой мировой войны. Подписание мира, по известному принципу, снова получаем 5. 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 9 плюс 1 плюс 8 равно 23 равно 2 плюс 3 равно 5. Значит, опасность и неуверенность присущие этой дате, что переносится на смысл исторического события. Действительно, вместо того, чтобы видеть в перемирии шаг к окончательной победе мира над войной, его приняли как основу для временного мира. Таким образом, он сделался жертвой небезопасности, которая находится в вибрации числа 5. Однако, сколь бы увлекательным ни было изучение исторических дат, главная задача нумерологии – человеческая жизнь. Нас интересует, как присущее числам вибрирующее влияние действует на каждого человека и как он может пользоваться ими с наибольшей пользой для себя. Некоторые даты находятся в связи с вибрирующими числами личности. Самые простые и самые важные из них – числа дня рождения. Это основная нумерологическая характеристика, нумерологический паспорт каждого человека. Для оценки того, насколько, например, будет удачен тот или иной день для человека, используют нумерологический эквивалент даты. Так, в первом приближении – 25 число. 25 равно больше, чем 2 плюс 5 равно 7. Будет удачным днем для людей, чье число дня рождения 7. Не следует, однако, забывать, что важную роль в такой оценке может сыграть и месяц, и даже год. Для определения числа имени находится сумма чисел, соответствующих каждой из букв имени, после чего эта сумма опять-таки сводится к первичному числу. В качестве имени рекомендуется использовать тот его вариант, который наиболее подходит для исследуемого вопроса. Так, например, для анализа отношений с друзьями наилучшим может быть имя, или иногда даже прозвище, под которым человек известен в соответствующем кругу. Для анализа официальных сторон может применяться полное паспортное имя, то есть совокупность имени, отчества и фамилии. Следует отметить также, что после исключения из русского алфавита букв фито, ижица, и десятиричная иядь в определении числового эквивалента имени появились разночтения. Ниже представлены наиболее часто употребимые в наши дни соответствия. Классическая интерпретация латинского алфавита Современная интерпретация латинского алфавита Классическая интерпретация русского алфавита Период до реформы алфавита Современная интерпретация русского алфавита Помимо традиций пифагорейской школы, до настоящего времени сохранились халдейская и каббалистическая традиции. Впрочем, все три школы имеют общие египетские корни. Халдейская нумерология долгое время развивалась параллельно с каббалистической астрологией, некоторыми чертами она близка к пифагорейской нумерологии, хотя имеет и оригинальные элементы. Например, халдейские нумерологи, рассматривая имя человека, делают акцент на звуках, а не на написании букв. Число 9 у халдеев не соответствует никакой из букв алфавита, поскольку оно священно. Однако, если девятка встречается в результатах подсчетов, то она подлежит интерпретации. Наконец, халдейская нумерологическая школа отличается своеобразным распределением алфавита. Соответствует цифре 3, если читается как русская с, и цифре 2, если читается как русская к. Халдейская интерпретация латинского алфавита. В России халдейская школа не получила распространения, поскольку в ее интерпретации не обнаруживается сколько-нибудь обоснованного соответствия цифр буквам русского алфавита. Нумерология имеет выраженную связь с астрологией. Астрология пользуется следующими численными соответствиями между планетами. Более подробное описание смотри. В разделе «Тайны элементарных чисел». Число 1. Солнце. Число 1. Число силы, власти, индивидуальности, созидания. Люди этого числа – прирожденные лидеры. А они активны, агрессивны и амбициозны, всегда стремятся занять первые места, могут быть совершенно безжалостны и способны ради карьеры жертвовать всем, в том числе и отношениями с окружающими. Это число победителей и тиранов. Счастливый день недели для людей числа 1 – воскресенье. Число 2. Луна. Люди числа 2, как правило, чувствительны, артистичны и обаятельны, легко приспосабливаются к обстоятельствам. Часто им бывают свойственны пассивность и отстраненность. Они более склонны к размышлениям, нежели к действиям. Им присуща изобретательность и интуиция, однако они не слишком часто преуспевают в осуществлении своих планов. Эти люди бывают часто подвержены депрессиям. Очень хорошие отношения устанавливаются у них с людьми числа 1. Счастливый день недели для людей числа 2 – понедельник. Число 3. Юпитер. Число 3, число троицы. Люди числа 3 энергичны, талантливы, дисциплинированы, что почти всегда позволяет им добиваться больших успехов в избранных ими областях деятельности. Как правило, они никогда не удовлетворяются малым. По характеру они очень горды и независимы, им нравится контролировать ситуацию, командовать и приказывать. Наилучшие отношения у них складываются с теми, чье число составляет 3, 6 или 9. Счастливый день для людей числа 3 – четверг. Число 4. Уран, в ведической астрологии, Раху. Число 4 – число времен года, число стихий, число сторон света. Люди числа 4 часто смотрят на вещи со своей особой точки зрения, что позволяет им находить скрытые от остальных детали. Одновременно это часто становится причиной их несогласия с большинством и стычек с окружающими. Они редко стремятся к материальному успеху. Будучи не слишком дружелюбными, они часто бывают одиноки. Наилучшие отношения устанавливаются у них с людьми чисел 1, 2, 7 и 8. Счастливый день недели для людей числа 4 – воскресенье. Число 5. Меркурий. 5. Число чувств. Люди этого числа действительно крайне чувствительны. По натуре они очень живые, импульсивные, легкомысленные, склонны к риску, очень ценят удовольствие. Как правило, они легко возбудимы и часто бывают подвержены нервным расстройствам. В бизнесе люди числа 5, как правило, преуспевают и очень быстро выправляются после неудач. Наилучшие отношения складываются у них с обладателями того же числа. Счастливый день недели для людей числа 5 – среда. Число 6. Венера. Число 6 считается одним из наиболее счастливых, поскольку является суммой своих делителей. 6 равно 1 плюс 2 плюс 3. Люди числа 6, гармоничны и рассудительны, располагают к доверию, хотя иногда бывают слишком упрямыми. А они очень романтичны и влюбчивы, интересы их, как правило, сосредоточены на доме и семье. Им присущ хороший вкус, они очень располагают к себе, легко сходятся с другими людьми. Счастливый день недели для людей числа 6 – пятница. Число 7. Нептун, в ведической астрологии Кету. Число 7 – символ удачи и оккультных знаний. Люди этого числа обычно становятся философами и мыслителями. Как правило, они погружены в собственные мысли и потому несколько оторваны от окружающих. Им также свойственна любовь к разного рода путешествиям. Начинания этих людей обычно заканчиваются успешно. Счастливый день недели для людей числа 7 – понедельник. Число 8. Сатурн. Число 8 – странное и трудное число. С одной стороны его можно представить как сумму 4 плюс 4, что говорит о том, что характеру его людей вдвойне свойственны качества людей числа 4. С другой стороны, число 8 имеет и собственные свойства. Например, оно может означать горе, печаль и одновременно успех, иногда, мирового значения. Людей числа 8 отличает большая сила воли и резко выраженная индивидуальность. В общении им свойственны внешняя холодность и отстраненность, хотя на самом деле они способны на самые горячие чувства. Счастливый день недели для людей числа 8 – суббота. Число 9. Марс. Число 9 часто считается главным числом нумерологии, со специальным, иногда даже сакральным значением. Связано это с тем, что при умножении на любое число 9 воспроизводит себя. Например, 9х4 равно 36 равно больше, чем 3 плюс 6 равно 9. Люди числа 9 – прирожденные борцы, они активны, смелы и целеустремленны, за счет чего, как правило, и побеждают. Одновременно люди числа 9 часто попадают во всякого рода неприятные ситуации. Эти люди способны на самые лучшие чувства по отношению к близким. Счастливый день недели для людей числа 9 – вторник. Нумерологи очень часто занимаются трактовкой исторических событий и предсказаниями будущего. Однако прежде всего практикующих нумерологии интересует, каким образом использовать связи между значениями чисел, свойствами чисел, характером связи между числами и планетами для предсказания характера человека и его личной судьбы, для оценки благоприятности календарных дат, для получения прогноза в отношении исполнения того или иного события. В нумерологии используются различные методы получения сведений об индивидуальных чертах человека. Чаще всего исходными данными нумеролога снабжает число дня рождения, получаемое из цифр даты рождения путем их суммирования по определенной методике. Число дня рождения, или число личности, сопоставляется с данными астрологии, позволяющими не только интерпретировать основные черты личности человека по дате рождения, но и установить характер влияния на человека того или другого имени. Каждая буква алфавита связана своим численным значением с одной из девяти планет. Поскольку любое имя состоит из определенного набора букв, то набор букв в каждом имени одновременно является и определенным набором планет, оказывающих благоприятное или неблагоприятное воздействие на владельца имени. В соответствии с астрологической характеристикой планеты. Влияние планет состоит в следующем. Если планеты, входящие в состав имени человека, находятся в гороскопе даты рождения в сильном положении и гармонично аспектированы. Взаимодействуют между собой, то имя начинает помогать своему обладателю, привлекать к нему удачу, способствовать его успешному продвижению в жизни. Если же, напротив, планеты находятся в слабом положении и негативно аспектированы, то такое имя является препятствием, создающим трудности в реализации жизненных планов, такое имя лучше сменить на другое. Далее, имя может оказывать непосредственное влияние на характер и судьбу человека через совместимость с датой его рождения. Любая дата рождения. Число, месяц, год, вполне определенным образом связывается с соответствующей управляющей планетой. Чтобы выяснить, какая это планета, дата рождения нумерологическим способом. Сложением всех составляющих ее чисел, приводится к простому числу. Планета, соответствующая этому числу, считается управляющей для данной даты. Если эта планета совместима со всеми, что бывает крайне редко, или хотя бы с большинством планет, вошедших в цифровой код имени, то принято допускать астрологическое соответствие имени владельцу, то есть. Имя находится в гармонии с человеком. Планеты, входящие в состав имени одного человека, могут совмещаться или не совмещаться с планетами, входящими в состав имен других людей. В этом случае говорят о синострической совместимости имен. Имя и имя. Гармоничная совместимость имен не менее важна, чем гармоничная совместимость гороскопов рождения, такая совместимость может оказывать положительное или отрицательное влияние как на взаимоотношения людей в целом, так и на определенные сферы жизни и совместной деятельности людей, включая брак, бизнес, дружбу и тому подобное. Число дня рождения получается, как и число любой другой важной даты, при сложении цифр дня, месяца и года. Так, человек, родившийся 12 марта 1957 года, должен сложить все цифры из своей даты рождения. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 1 плюс 9 плюс 5 плюс 7 равно 28 равно 10 равно 1. Получаем 1, вибрирующее число дня рождения данного человека. Число дня рождения неизменно. Впрочем, как и дата рождения, оно постоянно в жизни человека и представляет вибрирующее влияние, существующее со времени его рождения. Теоретически два человека с одним и тем же числом дня рождения должны быть похожими друг на друга во многих отношениях. Однако так бывает весьма редко. Тем более, что нумерология приводит дату рождения любого человека к девяти базовым числам. Существует точка зрения, в соответствии с которой число дня рождения раскрывает унаследованные черты человека, заключающиеся в его способности управлять обстоятельствами, заданными конфигурацией планет. Посредством так называемого нумерологического анализа всех букв полного имени, фамилии, имени, отчества в том виде, в котором оно написано в свидетельстве о рождении, определяется число судьбы. Число судьбы применяется в гадательной практике для определения характерных черт личности человека. Индивидуальность, характер, склонности, личность, темперамент. Вычисление числа имени производится в соответствии с написанием полного имени, как оно записано в официальных документах, лучше в свидетельстве о рождении или заменяющем его документе. Сложнее обстоит дело с расчетом действительного числа имени, если имя менялось. Например, усыновленному или удочеренному лучше пользоваться именем, которое было дано ему при рождении, если оно известно, первое имя, с точки зрения нумерологии, иногда может иметь более сильные вибрации. Полезно также выяснить числа обоих имен, чтобы узнать вибрации каждого. Нумерологическое значение имени происходит из того факта, что имя отличает каждого человека от остальных людей, поэтому имя оказывается носителем индивидуальных черт личности. Расшифровка истинного значения каждого имени затруднена, поскольку в мире существует огромное количество разнообразных имен. Задача проанализировать все имена представляется безнадежной, если только не свести их к разумно ограниченному количеству видов. В нумерологии все имена превращаются в числа от 1 до 9. Иногда с добавлением чисел 11 и 22, данная операция предоставляет возможность свести все многообразия имен к небольшому количеству категорий, позволяющих вести успешную интерпретацию. Считается, что число дня рождения имеет приоритетное значение перед числом имени, поскольку первое учитывает более фундаментальные личные характеристики. Человек, действующий вопреки природным склонностям, встретит явные препятствия в тех областях, которые нумерологически дисгармонируют с его именем. Наиболее совершенные нумерологические методики построены на составлении общих или специальных нумерологических матриц и анализе взаимодействий между составляющими эту матрицу цифрами. Числа в нумерологии являются системой девяти знаков, которые описывают девять взаимосвязанных явлений. Феноменов мира Можно сказать, что мир условно разделен на девять частей и обозначен числами, посредством которых систематизированы явления. Числа в нумерологии отличаются от обычных математических знаков, поскольку имеют философские, психологические и иные нематематические значения. Но все равно числа выражают законы математики, и поэтому различные значения можно воспринимать как числовые математические соотношения. То есть в математических соотношениях чисел можно видеть философские или психологические соотношения, которыми взаимосвязаны феномены мира. Пользуясь законами математики, можно вычислять соотношения величин, которые существуют в мире, а нумерология позволяет описывать свойства, которыми величины обладают. То есть по существу, с точки зрения математики и нумерологии, феномены мира являются величинами, которые можно вычислять. Можно анализировать свойства и соотношения, которыми эти величины обладают. Универсальной схемой соотношений чисел в нумерологии является магический квадрат, или нумерологическая матрица. ВИС Первая Такая форма представления данных является основополагающей в нумерологических традициях всех древних народов мира, где только была известна таковая. ВИС 1 Пифагорейская нумерологическая матрица Числа в магическом квадрате расположены в определенном порядке и вступают в закономерные математические соотношения. Сумма чисел во всех вертикалях, горизонталях и диагоналях квадрата одинаковая. Рядом с числами в ячейках магического квадрата написаны имена соответствующих богов греческой мифологии. Кроме богов числам в нумерологии могут соответствовать многие научные или житейские понятия, которые описывают философские или психологические явления мира. Но в любом случае соотношения всевозможных понятий будут соответствовать закономерным соотношениям и взаимосвязям, которые числа имеют в структуре магического квадрата, если понятия будут правильно классифицированы и сопоставлены с числами. Современный математический термин матрицы происходит от индийского слова, которым в древности называли магические квадраты, и в частности показанный на рисунке числовой квадрат. Термин магический квадрат как таковой был придуман средневековыми алхимиками, а в последующем также стал математическим научным термином. Нумерологические соотношения чисел в магическом квадрате таковы, что числа образуют пары. Двойные комбинации, которые символизируют соединение числовых значений. ЛИС Второе А Взаимосвязи между числами нумерологической матрицы Первая схема А показывает взаимосвязи чисел, которые в структуре магического квадрата располагаются в смежных ячейках. 16 дробь 61 56 дробь 65 58 дробь 85 45 дробь 54 25 дробь 52 15 дробь 51 35 дробь 53 59 дробь 95 57 дробь 75 Вторая схема Б Б Б Б Взаимосвязи чисел, которые в структуре магического квадрата располагаются в ячейках, противоположных по вертикали, горизонтали или диагонали. 68 дробь 86, 37 дробь 73, 24 дробь 42, 26 дробь 62, 19 дробь 91,48 дробь 84, 46 дробь 64, 28 дробь 82. Третья схема. Показывает взаимосвязи чисел, которые в структуре магического квадрата располагаются в смещенных по диагонали ячейках. 12 дробь 21, 89 дробь 98, 69 дробь 96, 14.